Добрый вечер, дорогие друзья! Это передача данных научно-популярный кросс-медийный проект на портале Ростов Лайф. Иван Хисандимов. Андрей Свечников. Мне говорят, что никогда не улыбаюсь, некоторые зрители. Смотрите. Это продлится примерно 5-6 секунд. И на этом все. Ну, перед тем, как пойти к новой интересной теме из сферы науки и околонаучных каких-либо открытий техники, хочу напомнить, что нас можно увидеть каждый вторник в 18.00 на телеканале Ростов на ТВ и услышать в тот же вторник, только чуть позже в 2020 на волнах Ростов Лайф. И мы напоминаем, что на rostovlife.ru есть прямая трансляция. Если ваш телевизор почему-то не ловит этот замечательный канал, то тогда включайте интернет и смотрите. У нас есть архивы передач, есть интерактив. В общем, все. Мы всегда на связи в социальных сетях, на сайте. Задавайте нам вопросы. Не забывайте участвовать в наших интерактивных опросах. Мы иногда запускаем. Нам интересно услышать ваше мнение, получить обратную связь, чтобы мы как-то в дальнейшем выстраивали темы своих передач и, можно сказать, были актуальны и своевременны. Давай сразу подведем итог. Мы как-то запускали голосование, когда рассказывали про эволюцию, рассказывали, кто или что будет населять планету Земля после нас, после хомесапиенс, после человека. Мы получили вот такие неоднозначные результаты голосования. 45% наших зрителей считают, что все-таки останутся жить на планете люди. Ничего не изменится. Меньшинство, жаль. Нет, большинство. 45% большинство. А, то есть второй не 55%. Да, нет. 13,6% считают, что развитые животные захватят планету. Котики. Они захватили интернет, возможно, они захватят... Возможно, они готовятся к захвату планеты. Другие 13,6% считают, что Землю захватят инопланетяне. И по 9,1% разброс, что микробы захватят планету, либо терминаторы, либо снова вернутся динозавры. Вот так считают наши зрители. Чувствую, что нам надо бояться инопланетных котиков. Они явно... Нет, я думаю, судя 45,5% нам нужно бояться людей, которые останутся жить на этой планете. Возможно, что будет еще хуже. Все может быть. Друзья, участвуйте в наших интерактивных опросах, голосуйте. Нам интересно, что вы думаете по поводу той или иной программы. Ну а сегодня у нас, несмотря на то, что я улыбаюсь, я улыбаюсь, тема грустная, скажем так. Тема опасная. Заметьте, Свечников улыбается только в грустных моментах. Не знаю, почему из нас двоих психолог именно он. Я думаю, что он лучше сможет объяснить причину своего такого поведения. Все очень просто. Я очень хорошо информированный пессимист. Который прикрывается улыбкой и оптимистом. Неважно. В общем, друзья, совсем недавно. Да, просто ему хорошо, когда другим плохо. Смотрите, часто смотрели программы на одном небезызвестном канале, где постоянно о преступлениях. И, наверное, радуетесь. Не факт. Нет. На самом деле, тема мне сегодняшняя интересная. Очень интересная. Итак, друзья, недавно мы обсуждали вообще как-то в одной из программ. Гаджеты. Телефоны, планшеты и другие устройства, которые мы носим с собой. Вот я, например, ношу фитнес-трекер на руке. Они как-то на нас влияют. И мы вот с Ваней спорили. Это все-таки развитие мозга или наоборот? Деградация. Деградация мозга. И из этого родилась целая тема нашей программы. Сегодня мы поговорим о том, как влияют на наше здоровье психику гаджеты, смартфоны, которые мы используем в повседневной жизни. У нас есть некий перечень. И сейчас мы подробно вас... Да, но подробнее после небольшой отбивки. Так вот, ученые из разных стран вообще поняли о том, что как-то вот слишком сильно различные гаджеты, смартфоны, не знаю, там, планшеты, ну да, объединим это под различные интеллектуальные устройства, скажем так. Устройства, которые порой умнее владельца. Надеюсь, что нет. Потому что 45% считается проэволюцией. В вашем-то случае. В моем случае точно не умнее меня. Да, но некоторые вещи делают быстрее, скажем так. Так вот, на самом деле, по отчету Всемирной Организации Здравоохранения, на данный момент 1,8 миллиарда человек вообще на планете, из 8 практически миллиардов, которые уже проживают, являются активными пользователями смартфонов и различных современных умных устройств. Также, друзья, стоит заметить, что ученые приводят такой, ну, как сказать, критерий, число. Средний пользователь в день 150 раз проверяет свое устройство, свой смартфон, свой мобильный телефон, заходит в сети, смски, время смотрит и так далее. Я могу сказать одно, смартфон явно обошел холодильник в этом деле. Потому что, если я не ошибаюсь, среднестатистически человек заглядывает в холодильник 8 раз в день. А после 6 вечера? Нет, там 1 раз до 6 и 7 после. А, возможно, да. А смартфон 150? Смартфон 150 раз в день, да. Ну, это носимая техника, которую мы носим с собой, поэтому вполне естественно, что так часто мы обращаемся к этому устройству. Вот надо отметить, что и вот этот спор о вреде или пользе сотовой связи ведется уже много лет, ведутся исследования. Так вот, и смартфон, это относительно новое изобретение, нам еще непонятно, что он унесет себе, пользу или вред. Во многом, надо сказать спасибо, упростили жизнь нам гаджеты. Но в то же время ученые обращают внимание, что есть некоторые факторы, которые влияют на психологию, психику и состояние организма. Ну, например, давайте начнем с самого основного, с нашего столба, если можно так сказать, того, на чем все держится. В первую очередь, от частого использования гаджетов страдает спина. Огромного количества времени владельцы смартфонов проводят, ну вот просто набирая смс-ки, да, при этом мы можем наблюдать, как у нас наклоняется шея, наклоняется голова, от этого происходят какие-то определенные нагрузки. Так вот, по данным британской ассоциации хиропрактики, это разновидность мануальной терапии. Я прекрасно осведомлен в этом вопросе, поэтому не задаю глупых изначально вопросов. Увеличилось в последние годы количество людей с проблемами спины. Почти половина подростков страдает от болей в спине и шее, и это из-за того, что мы, постоянно склонившись над смартфоном, пишем смс-ки. Мне кажется, выход есть. Ну, как вариант. Кстати, в данном случае селфи практически исправляет данную проблему, то есть ты уже не набираешь смс-ку, ты уже не вот так смотришь. А когда ты делаешь селфи, ну, как бы, спина более-менее уже выпрямляется. Вань, ну, смотри, сколько раз заглядываем в смартфон, мы выяснили, знаем, сколько раз мы заглядываем в холодильник. А теперь вот тебе вопрос на вскидку. Как ты думаешь, сколько часов в день человек сидит с наклоненной головой в тот момент, когда набирает что-то на экране смартфона, либо читает и так далее? Сколько часов в среднем проводит человек вот в таком состоянии? Ну, я надеюсь, что порядка двух. Ну, наверное, да, учитывая, что постоянно в транспорте едешь, на работе, перед сном почитал книжечку. А, нет, ну да, если перед сном еще почитал книжечку, то, наверное, это увеличивает очень сильно это время. Ну, сколько цифры? Любые. Шесть. Семь. От семи до десяти часов в день человек проводит вот в таком состоянии, что, собственно говоря, приводит к негативным влияниям. Семь часов человек смотрит вот так, восемь часов он спит. Да, когда люди работают, у него возникает вопрос. А вот, в общем-то, никогда. Вот, в общем, в результате такого поведения искривление позвоночника наступает независимо от того, работаете ли вы с компьютером, читаете ли новости на смартфоне или смотрите фильм. И, как правило, вы сидите полусогнувшись в этот момент, пишут исследователи, и в этот момент давление на ваши межпозвоночные диски в два раза выше, чем в обычном положении. Ваша спина работает всегда, даже если вы думаете, что вы расслаблены в это время. Современные технологии пытаются решить данную проблему. Можно, например, голосовый набор. Ну, то есть, тебе не обязательно смотреть вот гаджет, если ты набираешь смс-ку, он лежит в кармане, ты говоришь там. Окей, Siri. Окей, да, окей, кто-либо. А напишите-ка смс-ку свечников. И все, и диктуешь ее. А книжки читать, а фотографии смотреть. Книжки можно тоже вполне. Голосовой просмотр фотографий. Диктуй первый ряд. Единичка, нолик, нолик, единичка. Ну, фотография-то сложнее, да, но опять-таки, вот так. Ну, хорошо, ладно, продолжаем дальше. Но, если бы все было так легко и просто, не только на спину влияют гаджеты. Ученые установили, что с гаджетами водители ведут себя так, словно они пьяные. Нет, ну вот тут эта тема ближе ко мне, на самом деле, да, ученые университет так. Пьяные, в смысле, правильно? Нет, в смысле водители. А, в смысле водители. Никогда абсолютно не садился вот в этом состоянии за руль. Но ученые университета Корнеги Меллана провели исследование, в результате которого они пришли к выводу о том, что водители, которые пользуются мобильным телефоном во время управления транспортным средством, снижается на 37% вообще активность мозга. Ну, в первую очередь страдает внимательность, соответственно. Рассеивается. Да, рассеивается. И, соответственно, они приводят даже такое сравнение, что поведение водителя, разговаривающего по телефону, сравнимо с поведением пьяного водителя. То есть у него примерно настолько же снижена концентрация на дороге. Поэтому один из ученых вывел даже такое отношение проблемы, сформировал, как водители должны держать не только руки на руле, но и мозги на трассе. То есть все-таки нужно ездить... Вообще, словосочетание мозги на трассе звучит устрашающе. У меня повышается тревожность в этот момент. Ну, тревожность это немножко другая проблема, уже связанная с современными гаджетами. Да, вот, собственно, я про это. Понимаешь, вот, казалось бы, вот, с одной стороны, такая странная история. Современные технологии и коммуникации должны нас связывать. Но вместо этого они порождают чувство одиночества и изолированности. Несмотря на то, что мы постоянно общаемся. Исследования, которые были проведены в фонде Генри Кайзера в Вашингтоне, показали, что молодые люди, которые каждый день тратят 10-11 часов, глядя на экран, и постоянно ждут сообщения от своих друзей в соцсетях, или смс-ки, или электронные письма. Все это приводит к тому, что отсутствие сообщений или писем вызывает чувство тревоги и беспокойства. И оно постоянно увеличится. По словам психолога-специалиста по технологиям наркомании. Да, Иван, современные гаджеты уже можно смело назвать. Андрей, на самом деле, я уже несколько раз за программу взял телефон в руки, показывая, как можно правильно его держать. Сколько раз ты его включил в этот момент? Да, я уже тайно проверил несколько раз, пришли ли мне письма, может, мне где-то написали в какими-нибудь социальных сетях. Вот, вот, Ваня, это наркомания. Это наркомания. Так, можно, пожалуйста, секундочку. Так вот, специалисты-наркологи считают, что при молчащем смартфоне у подростков быстро появляется чувство, что его просто игнорируют. Молодым людям постоянно необходимо ощущение, что они включены в постоянное общение. И даже небольшая задержка вызывает у них чувство тревоги и покинутости. Снижается самоприятие и ощущение собственной нужности миру. И все это в маленьком кусочке пластика с диагональю несколько дюймов. Вспоминаю шикарное детство. Надо было покричать кому-нибудь на балкон, скинь мячик там, выходи гулять. Выходим и на качелях. Да, выходим и на качелях. Вообще было, ну вот согласись, было в какой-то степени интереснее. Ты выходил на улицу и никогда не знал, где твои друзья. Ну, в целом, как бы. Ты их искал? Ты их искал. А сейчас вышел, смс-ку набрал, вы где? Или позвонил, они сказали, ну вот там. А так целый квест. Сворм, Ваня, сворм. Где же они? Пойти поискать. Форсквер опять же. Да, все видно. Обошел там пять локаций, нету. Понял, что на шестой. Понял, что день не задался, потому что уже полчаса ищешь, а гулять-то вышел всего лишь на часик. Да. Кроме всего прочего, современные гаджеты вызывают, Иван, ожирение. Ну, тут вполне логично. То есть, если все сидят постоянно за телефоном, за компьютером, то меньше активности. Надо провести исследование. Вот Иван пять или десять раз взял телефон. Сколько за это он прибавил весе за это время? Нет, думаю, наоборот. Я потратил часть калорий, вот я телефон поднял. Все-таки сколько-то там он весит. Я думаю, минимально. Не знаю, грамм сто, наверное, хотя меньше, скорее всего. Джонатан Дюринг, пресс-секретарь Королевского колледжа хирургов Эдинбурга, заявил, что технологическая революция привела к снижению физической активности. Что, собственно, логично. И как следствие, росту случаев ожирения, который является четвертой по значимости причины смерти во всем мире. Ну, это сердечно-сосудистые заболевания. Это, ну, одна из причин. Если кто-то из вашего офиса работает этажом выше и ему нужно поговорить с вами, то вместо того, чтобы встать и спуститься на один этаж, он просто отправляет письмо по электронной почте. Да вы и сами уже не выходите из дома, чтобы повидать своего друга. Достаточно просто выйти в скайп. Отсутствие движения добавляют хирурги, приводят к ожирению, а это значит увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ты часто вообще общаешься со своими друзьями по скайпу? Если в данном случае это не разные города? Только в случае, если разные города. То есть вот я, например, по себе знаю. Я скайпом в принципе не активный пользователь данного сервиса. Но там очень редко, за исключением, когда мне надо поговорить сразу с несколькими людьми, которые находятся в разных городах, а так, чтобы я звонил другу по скайпу пообщаться. Нет, все-таки я еще за живое общение. Проще созвониться, где-то встретиться, пообщаться. Да не то, что проще, а даже лучше. Удобнее. Удобнее, да, это сделать живьем, чем... Вань, но все-таки растет поколение людей, для которых скайп лучше, проще, удобней, а главное интересней. И это приводит иногда к очень печальным последствиям. И опять-таки, одно из следствий употребления смартфонов в повседневной жизни... Порубите в блендер и намазывайте ровно. Это депрессия. Вот как утверждает один детский психотерапевт, Жули Ли Эванс, раньше, 20 лет назад, ей примерно приходилось сталкиваться с одной-двумя попытками детского самоубийства в год, то есть суицидальной наклонности. Сейчас же, спустя 20 лет, она сталкивается с такими же попытками 4 раза в месяц. И по ее утверждению, это связано с теми же самыми смартфонами, потому что использование таких устройств в повседневной жизни детьми, опять-таки, на протяжении практически 10-12 часов, то есть это полдня, практически когда ребенок не спит, то он всегда с телефоном, планшетом, чем-либо. Тем самым нет заграждения от какой-либо информации. То есть если дома родители еще могут как-то ребенка сберечь от ненужной информации, которая может загнать его в депрессию, то выйдя на улицу, он спокойно может там словить бесплатный Wi-Fi. Да, словить бесплатный Wi-Fi, найти... Ваня, сельмаша, там так говорят нормально. Да, зайти на какие-то, скажем так, достаточно темные сайты в интернете, от которых его сложно уберечь, если он не дома и не под присмотром родителей. Тем самым это может развить определенные склонности к самоубийству у детей. То есть очень хорошо, что часто это является только попытками, и эти попытки не увенчаются успехом, но все же. Мне очень нравится история того, как... Вот не люблю Стива Джобса, вот правда, терпеть его не могу, но в чем Стив Джобс молодец, в том, что своим детям он не разрешал пользоваться планшетами. Ну и вообще гаджетами. Дома есть огромное количество книг, которые можно читать, а вот гаджет лучше не трогать. Все-таки неспроста люди, которые занимаются созданием таких штук, запрещают их собственным детям. Ну при этом мне нравится еще и политика, в принципе, небезызвестной компании Яблочной, которая даже в своих приложениях для того, чтобы оградить ребенка от различных пагубных вещей, скажем так, там очень большая, серьезная проблема использования мата, использования, соответственно, какие-то, если это является эротическим контентом. То есть не так легко попасть в App Store. Личные переживания Ивана. Нет, ну на самом деле это политика данной компании, которая в открытую говорит о том, что очень много детей пользуются их устройствами, планшетами, телефонами и, соответственно, поскольку это очень сложно контролировать, они изначально отсекают данный контент уже на уровне продаж. Ну, я считаю, это хорошо. Ну, это полезно. Положительно, да, это замечательно. Вань, какую книжку ты сейчас читаешь? Да, да. Не, на самом деле, сознаемся абсолютно, сейчас я никакой книжки не читаю. Ну, вообще читаешь? Читаешь? Ну да, естественно, да, читаю. А как ты читаешь? С чего ты читаешь? Ну, у меня есть два варианта. Это читалка. Электронная книга. Электронные книги тоже бывают разными, но в данном случае часто читаю с планшета в последнее время. Это со светящимся экраном, мне не очень нравится. Но при этом есть другая читалка, которая электронная тоже, но использует технологию жидких чернил. Электронных чернил. Да, электронных чернил, которые глаза устают намного меньше. Но последняя книга, которую я читал, была бумажная. Да ладно. Печатанная в типографии, да, честно. Типография, год издательства, количество, тираж экземпляров сколько? Ну, я это не скажу тебе. Я до последней страницы не дошел. А, не дочитываешь обычно, да. Я обычно прям все там, выходные данные, все. Ну и давай, какая последняя книжка, которую ты прочитал, сколько тираж, выходные данные? Вот тут проблема, Ваня, она электронная, я ее читаю со смартфона. Бумажная, помнишь, последнюю. Бумажную не помню. Эх, это 2007-й, да, Андрей? Какой 2007-й? Я начал читать электронные книжки в году так, в 99-м. Уже тогда, с тех пор я читаю электронные. На самом деле, я считаю, что электронная литература – это отличное решение. Но мы сейчас не об этом. Следующий вопрос, Иван, а вы когда ложитесь спать, спрашивают телезрители, вот смс-ки приходят, вы телефончик где оставляете? Ну, я завистаю еще с телефоном, наверное, на какое-то время, естественно. Но это делает, наверное, 90% пользователей смартфонов на данный момент. Более чем 60% молодых людей в возрасте от 18 до 21 года берут с собой смартфоны в постель. Однако, по словам директора клиники исследования сна, в этом возрасте надо брать что-то другое. Два часа чтения книг на смартфоне останавливает выработку мелатонина, в результате чего у человека начинают возникать серьезные проблемы со сном. Вы можете работать или играть перед сном, однако работа с экраном планшета – это совсем не то же самое, что чтение книг. Так, голубоватый вот цвет экрана приводит человека в состояние повышенной активности еще долго после того, как вы выключаете гаджет, вам не уснуть. Так что, Иван, не берите с меня пример. Я читаю электронные книги в постели перед сном, и вот поэтому я сплю тревожно мало и так далее. Ну, могу сказать, что очень часто это заканчивается тем, что я засыпаю, читая книжку. Ну, то есть, очень часто бывает, что в течение дня усуешь настолько, что начинаешь читать, и вот тут эта проблема уходит сама собой. То есть, о том, что я еще после того, как выключил, не могу уснуть какое-то время. Ну, знаешь, на самом деле в чтении электронных книг в постели есть важный плюс. Засыпая, она сама выключится, и ты не помнешь страницы. И запоминать, на какой странице ты уснуть тоже не надо, потому что, ну, вот, явно не смог переключить, и хорошо. Следующая проблема, с которой сталкиваются владельцы смартфонов или других гаджетов, это, конечно же, снижение концентрации внимания. Ну, мы про это уже говорили, да, что управляя машиной, не стоит брать с собой это устройство и как-то пользоваться им по ходу. Ну, на самом деле проблема возникает даже тогда, когда ты читаешь что-либо в интернете. Ну, не знаю, смотришь ты, постоянно отвлекаешься на то, что, ну, это не столько, ну, не пониженная концентрация, а многозадачность. То есть ты начинаешь... Нет, Вань, я думаю, мы не можем говорить, когда речь идет о человеке, о многозадачности, мы рассеиваем свое внимание. Да, то есть ты читаешь, да, читаешь, потом переключился на то, что написал тебе. Ты пришел на работу, пришел, сел, включил компьютер, что произошло? Давай, рассказывай. Включил кондиционер. Так, это понятно, дальше, да, да, ты запустил какие-то приложения. Я включил браузер, я проверил почту. Так, и пошло-поехало, милые котики смотреть до конца, жесть, как смешно, и краем глаза ты смотришь в уголок, там не всплыли сообщения, открываешь страничку соцсетей, проверяешь, обновляешь ее. Вот у меня при этом отключены большинство сообщений, которые, ну то есть, я себя подключал в функцию того, что в фоновом режиме мне могут приходить сообщения о том, что что-то мне пришло. Ну вот, ты, наверное, исключение. Так удобно, то есть я, когда мне надо будет, я зайду и посмотрю, пришло мне что-либо или нет. Вот и исключение из правила, не знаю, к сожалению или к счастью, но большинство людей постоянно смотрят, скашивают глаза в сторону, не пришло ли сообщение, там, что написало. Это проблема косоглазия. Да, это тоже немаловажно. Вот, и производительность работы падает, и все это происходит за счет того, что концентрация внимания рассредотачивается, и мы как бы делаем все, и в то же время мы не делаем ничего, и в то же время мы очень быстро устаем, а сделанной работы ноль. Ну, такая история. Печально. Подведем итог. С одной стороны, друзья, смартфоны, они хоть и созданы для удобства, да, ну, скажем так, все-таки они призваны повышать комфортность вокруг нас, да, удобство. Нужно помнить, что гаджет это не близкий родственник. Это всего лишь устройство, которое нужно периодически выключать. Кстати, производители советуют периодически выключать свой смартфон, планшет и так далее, вот прям выключать, выключать, и дать ему какое-то время лежать. Вот для чего они делают все слабее и слабее батареи. Да, ты понял. То есть, что не можешь выключить, сам сядет. Вот. Но в то же время, друзья, несмотря на все это, гаджеты довольно прочно вошли в нашу жизнь, и мы уже не говорим, встретимся, мы говорим, давай созвонимся, напиши мне ВКонтакте, сбрось мне эту песню. Когда ты последний раз человеку давал диск послушать? Да я, возможно, не помню, когда я его последний раз покупал, да. Давай по-другому. Когда ты последний раз кому-то давал флешку с музыкой послушать? Где-то 2007 год, да. Вот в 2007 году-то я помню. Вот, сейчас просто мы кидаем людям ссылки, посмотри там, послушай как-нибудь, и на самом деле мы перестаем общаться. Да, это удобнее, но на самом деле не забывайте о том, что все вещи практически, которые мы назвали этой бессонницей, снижение концентрации внимания, депрессия, по сути это наш выбор. То есть, чтобы не было бессонницы, ну... Смотри, реклама нового сотового телефона должна выглядеть так. 25% бессонницы, немного косоглазия, и все это за 25 тысяч рублей станет твоим прямо сейчас. Да, на самом деле это наш выбор. Мы можем не читать книжку перед сном, мы можем проводить более активный образ жизни, для того, чтобы у нас не было там проблем с позвоночником, с ожирением, не увеличиваясь вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. То есть, это наш выбор, мы всегда можем выключить телефон и оставить его дома, пойти прогуляться в парке, не читать сообщения, поэтому во многом наши проблемы именно из-за нашего выбора. То есть, мы выбираем не всегда правильные вещи. Друзья, давайте выбирать правильные вещи, а правильные вещи таковы. Каждый вторник в 18.00 на канале Ростов на ТВ, программа передачи данных, все о науке. Я так подвожу итог, понял? Во вторник в 20.20 радиоверсия нашей программы на частоте RostovLive. Заходите на rostovlive.ru, там все есть. Иван Хисандимов. Андрей Свечников. Мы рады вам всегда. Пишите нам, звоните, заходите в гости, спрашивайте, что вам интересно, мы с удовольствием про это расскажем. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова